Еще такой вопрос. Очень необычный способ транспортировки команды в Петербург был выбран. 15 часов в поезде. Насколько вам в этом матче помогли железнодорожные ноги? Ну, вы знаете, мы об этом даже не думали, потому что у нас другого пути не было. У нас не получилось, как я это знаю, найти чартер. Не было билетов для всей команды на обычном рейсе, на коммерческом рейсе, который возит пассажиров из Нижнего в Питер. Было 15 билетов на один рейс, на второй рейс 15. Поэтому мы приняли решение, что, наверное, будет удобнее и правильнее поехать всей командой в поезде. И это было, наверное, правильное решение, чтобы ребята могли побыть вместе. Привет! Голкипер Рейнджерс Игорь Шестеркин признан одной из трех звезд прошедшего месяца в НХЛ. Правда, Игорю так и не удалось забить, а это его мечта. Защитник СКА Андрей Педан, кажется, получил тяжелую травму в матче против Торпеда. По крайней мере, мы так увидели в трансляции. Но это не главная проблема СКА. Федически выглядит здорово. По движению все отлично. Реализация моментов и держать удар, и не вестись на эти провокации. А у соперника больше ничего нет, кроме этих провокаций. Нижегородский клуб, который прибыл в Санкт-Петербург на поезде, устроил главную сенсацию дня, переграв СКА со счетом 5-2. Что же случилось? Как это могло произойти? Ответа нет. Точнее, ответа не было в предматчевых раскладах. У гостей семиматчевая серия поражений. Не самая свежая команда. Из состава вывели уже двух опытных игроков, а тренер, кажется, поплыл, если судить по пресс-конференциям. И вдруг чудесное преображение. Но ничего в игре торпеда не поменялось. Они по-прежнему стараются играть в пас, много двигаться, а в обороне все те же молодые парни. Разочаровал СКА. Спишем все заявления главного тренера хозяев после матча на разочарование от результата. Мы, наверное, все увидели второй-третий период. Мы играли в нашу игру. Перекладины, штанги, звенели. Но это делает команду сильнее. Значит, нужно всем понимать, что это плей-офф. В плей-офф надо сражаться и ответственно относиться к своим голевым моментам. Игра СКА была слишком примитивной и прямолинейной. Причем проблемы бы возникли у них в любом случае с другой командой КХЛ. Как и не возникли матчи против Кунг-Луни в конце сезона, как это было с Северсталью. Вместо того, чтобы использовать свой творческий потенциал, питерцы провели 21 минуту в зоне атаки очень плохо. В чем-то торпеды везло. Вспомните сейв Кульбакова. Были перекладины, штанги. Но форварды СКА способны создать гораздо больше моментов и реализовать их. А это никак не получалось. Команда Лорионова, наоборот, показала крутой процент реализации и вполне справедливо выиграла матч. Все-таки в таких встречах решает не длина скамейки, не бюджет, а умение сбивать. Но в дальнейшем серия будет только интересней. Нет сомнений, что питерцы изменятся. Другого выхода нет. Здесь соперник любит играть в пас. Мы, скажем так, они в пасик, а мы в голик будем играть. В матче Металлург-Амур хозяева одержали минимальную победу 2-1. Там тоже были проблемы с голами, но команда Андрея Разина додавила. Авангард разгромил Ладу в первом матче плей-офф 5-1. А в НХЛ, один из российских защитников, поменял клуб. Илья Любушкин снова стал игроком Торонто. Бывший хоккеиста Нахайма перешел в клуб через сделку с участием Каролины и вернулся в состав Листьев, где уже выступал в концовке сезона 21-22. Торонто давно нацелилась на хоккеиста. Надо отметить, что в свое время клуб очень хотел сохранить игрока в составе. Но со свободными средствами там полный бардак, а Илья мог рассчитывать на приличную сумму. Нашего хоккеиста ценят в НХЛ. Да, он не набирает очки, в этом сезоне у него лишь 4 передачи в 55 матчах за Нахайм. Но он отважный, не боится блокировать, проводит силовые приемы и существенно прокачал борьбу в единоборствах. Пройти его очень сложно, а сам хоккеист часто прерывает атаки соперника. Но почему же в Торонто передумали, хотя сейчас Илья получает больше, чем 2 года назад? Все дело в хитром обмене. 50% зарплаты будет портить Нахайм, еще 25% Каролина. Так что Торонто остаются сущие копейки, и они даже могут поискать еще усиление до закрытия трансферного окна, а оно будет через неделю. Для Ильи же переход в возможность побороться за титул. Торонто сейчас сильный клуб, а с Анахаймом все давно ясно. Лутки скоро бесславно завершат сезон. Так что будем надеяться, что у Ильи появится титул. Конечно, результат будет зависеть от других, но к Любушкину точно не будет претензий. Без таких, как он, титулы и не выигрываются. Вратарь Петр Кочетков из Каролины стал лучшим новичком месяца в НХЛ. У него действительно был удачный период и очень зрелищная игра. И последний российский вратарь Иван Просветов, выставленный на драфт отказов Колорадо и переехавший в АХЛ, стал лучшим голкипером последнего месяца в этой лиге. Но, наверное, ему там не очень нравится играть. Так что ждем в России. До свидания. И вот по поводу аудитории, вы как раз сказали, да, и на 800 кресел увеличили, и 23 900 там. То есть у Чикаго с Калгари шансов не было, да, в принципе. Не знаю насчет Чикаго с Калгари. Вы там были на этой игре в Чикаго? Нет, я знаю статистику просто. Я тоже не был на этой игре, поэтому я не могу это комментировать. Продолжение следует...